привет ребятушки и ну я на пол сегодня на работе вы поняли снимать было совершенно некогда опять мой начальник улетел в римном улетел еще вчера вечером у меня сегодня тройная норма три раза больше вытаркать чем чем это было до того до того или знаешь сколько ты уже сделаем это я успела пошла потом кассу посчитала думаю вдруг ошибся ребята непонятно откуда люди каждый день какие-то новые откуда они берутся сейчас я хочу попробовать буратинку маленькая бурата 100 граммовая которая нам пришла на работу меня сегодня естественно вообще ничего не осталось кроме вот этих вот помидорчиков которых я сделала такой здоровенный противень и давала всего по одному подвозь поэтому зажала понимаете поэтому они у меня и остались я говорю али я сегодня попробую бурату чтобы знать что мы продаем или чтобы поужинать вкусно давайте начнем с того что что-то этой бураты дышишь и смотреть на монашу 100 грамм ребята вот вся вся бурата ладно давайте я вам расскажу что я вам хотела рассказать в общем вчера я все-таки съездила к нашим синдакатам приехала я туда в информацию и говорю так и так я говорю слышала шумок что есть такое положение якобы пенсии с 57 лет вот так на меня смотрит теорет не знаю я говорю да вроде говорю уже напечатано на речах пойдут про тут и мои помидорчики те которые запеченные пошел спросил говорит синьора не с 57 с 58 лет вот говорит вам говорит сделать аппунтамента горит вас записать я говорю ну да но ну как при наличии тридцати восьми лет оплаченных контрибутов контрибута вы поняли взносов пенсионных я такая опачки приехали откуда ж я наберу тридцать восемь лет не набрать то я их могу набрать понимать я работаю с восемьдесят первого года посчитайте уже сорок лет но только где эти годы были это же было это же было на украине понимаете все-таки я записалась я записалась к синдакалистам я пойду к ним аж 25 октября это будет не скоро потому что там оказывается очередь у них и мне дали целых 60 минут времени на мое дело вроде как я нести туда ничего не должна они это будут все поднимать у нас же все в компьютерах все как положено будут смотреть мои годы проработанные в италии а я за это время конечно узнаю а интересно можно украинские годы забрать сюда я в курсе дела их можно забрать сюда но это надо было делать гражданство читадинанцу гражданство у меня нет документы я пока я лет пять назад я подготовила документы я их не подала я не хотела брать гражданство думаю там я на украине работала пенсию заработала что я буду итальянское гражданство брать зачем оно мне надо а в это время алёна моя взяла гражданство дети родились здесь то есть она уже дом здесь семья здесь все здесь поэтому она взяла гражданство я конечно гражданство не хотела брать а потом так подумала подумала если ты берешь его то получается что водороб проработанные за границей тебе считываются если ты не берешь что они не считываются понимаете ребята я конечно подала на гражданство но сейчас связи с вот этой всей атмосферой обстановкой и все это онлайн это пока она перемелется пока она перекрутиться пока мы где-то что-то в общем не важно хоть пойду хоть узнаю информацию что надо что не надо может нужны какие-то документы потому что я с восемьдесят первого года работала на херсонских комбайновых на херсонском комбайновом заводе и там я работала до 94 95 ну в общем где-то там 14 лет стажа а потом я была частным предпринимателем мы же потом на польшу ездили мы все были зарегистрированы налоговой вот я вот я думаю интересно а за годы регистрации в налоговой как частный предприниматель это тоже считается рабочий стаж или это не считается украинцы подсказывайте потому что я не курсе ел считывается не считывается я чё-то этот вопрос пропустила и никогда не занималась я его никогда не поднимала поэтому сейчас как-то будет поднапрячь мозги и узнать паровозик едете сегодня в лидер купила себе биосемечки из тыквы 2 евро евро 99 150 грамм вчера винси купила килограмм с килограмм но не с косточкой такие экстраларные я их по две покрестивочки замачиваю холодной воде вкусняшка и счет а это как вечером вместо шоколада получается так что ребята вот такие вот пирожки и кто живет виталию потому что очень часто задавай вы вопрос и я этого не знала мы собирались конечно поехать сегодня с терезой но тереза вчера сделала себе очередной второй укольчик и и и сегодня оставил об у дома говорит мало ли вдруг там температура или что людей сейчас мало они должны быть вместе с али поэтому борис мой на работе она дома на пляже вернее прислала фотографию все нормально на пляже отдыхают вот и она мне говорит лилю знаешь что там за бонусы потому сейчас такое количество бонусов причем всяких разных непонятно какие бонусы бонусы термальные источники бонусы новые телевизоры бонусы для телевизора приставка чтобы показывал потому что меняется тиву будет digital и тирестры потом бонусы на детей в общем куча 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 всего непонятно откуда берутся и плюс есть такое виталии называется ready to cheat a dinanza ready to cheat a dinanza и ready to emergent a ну ready to emergent a это значит доход в экстренных случаях ready to cheat a dinanza это доход типа гражданам но гражданам каким гражданам и гражданам и не гражданам я ж не гражданин италии понимаете у меня вид на жительство он бессрочный но я не гражданин италии я гражданин украины вот так оказывается что вот это вот ready to cheat a dinanza его дают всем если вы в течение десяти последних лет находились в италии и не выезжали за пределы этой талии в течение ну на период более двух лет то есть вы могли ездить в отпуск могли на три месяца на шесть месяцев но чтобы это было не более двух лет вот я думала этот доход гражданский дается только неработающим лицам оказывается нет оказывается этот доход даже работающий человек мне сказали мне даже мне сказали а ты фолию изи делала есть у нас такой как бы как бы суммарный доход там твой банковский счет и если у тебя ты платишь за ипотеку или ты снимаешь жилье или ты или у тебя дети идут в школу вот это делается это фолию изи а я говорю так я же сама без семьи зачем мне фолию изи а мне синьора вчера говорит ну и что что ты одна одному человеку тоже можно делать фолию изи ты жарит у нас делаешь отчет о доходах я говорю да поэтому говорит твои доходы мы знаем давай я тебе назначу ты сделаешь этот фолью изи и мы посмотрим так как я плачу ипотеку ипотека у меня еще до 2039 года то есть еще ахнуть она мне сказала какие нужны документы документы в принципе там никакие дохода не смотрят тот что за 2019 год и на 31 декабря 2019 года необходимо подать сколько у тебя в банке было денежек на этот период если у тебя несколько счетов то суммарную эту цифру и сказать номер своей машины чтобы они определили насколько у тебя машина старая таранбайка у меня машина 2009 года и плюс сколько у тебя ипотечного кредита остается до выплаты на 2019 год я вчера посмотрела мне надо было еще выплатить 52 тысячи евро ребята в то время дома стоили настолько больших денег домах квартиры вот что я уже плачу 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 никак не выплачу понимаете а сейчас квартиры и 30 и 40 и 50 тысяч евро ну особенно если под ремонт брать квартиру можно и за 20 с копейками вот так вот а моего метража а если он еще там аста ну в общем если его там через суд продают то там вообще смешные деньги вообще смешные в общем такие вот дела так что ребята записалась и на фолью изи и на пенсию и на все на записалась а понятно что я ничего этого не получу вот потому что и стажа маловато и не думаю что будет учитываться украинский стаж но во всяком случае хоть разузнаю ситуацию хоть разузнаю что и как а то я все время на работе на работе на работе на работе на работе и никогда не могу заняться своими делами понимаете наконец-то я чем-то займусь и это будет интересно думаю всем жителям кто живет в италии и кто живет у нас на украине тоже будет интересно знать какая же все-таки это итальянская пенсия и в каком она размере социальная пенсия кстати ребята она раньше начисла начислялась 65 лет и она составляла четыреста пятьдесят евро сейчас по моему она выросла до 500 евро по моему подняли возраст по моему сделали с 67 лет этого я точно тоже не знаю не хочу у вас обманывать сейчас я вам покажу вот эту вот дуракинку внутри смотрите какая буратинка самая настоящая как кусочки масла So i try it right yeah yeah! хочу вам показать свои цветочки классички и так Авогага вот так он уже стал деревом естеνη какие-то листочкой или что там выпускает это дерево но уже размер смотрите Раз и два Таких вот высоких Теперь Этот фикус, пальмафикус Вы видите, какой листочек нарисовался И этот тоже самое Открылся листочек Солнце его чуть-чуть прижигает Так, манго еще не вылез Манго не хочет вылазить Манго сидит Ну, а эти растут Пусть растут Этот отцвел Стоит Как молодой У нас вот такие вот набегают тучки Но дождя не предвидится Так что придется мне идти сейчас поливать свои помидоры Если я еще хочу Что-то собрать Так что, ребятушки, всем пока Уйдимся завтра Это уже утренний выезд в магазин Парусник Штиль полнейший Субтитры сделал DimaTorzok